Продолжение следует... Это все легко, иногда не очень, привести в порядок. Немножечко обо мне. Действительно, я скромастер. Немножко отошел от дел автоматизации. Я скромастер команды разработки. И именно поэтому данная тема доклада мне более как актуальна. Вся автоматизация, которой я занимаюсь, и те ревью кода, те ревью тестов, которые я провожу, они периодические. То есть я не нахожусь в самой системе, я не нахожусь в самом проекте 24 на 7. Я не живу с этим кодом. Именно поэтому мне со стороны виднее, как говорится. Жираф большой, ему виднее. Я начинаю замечать некоторые моменты, некоторые претензии во время ревью, стандартные ошибки, которые делают ребята, которые делают ребята в моей команде, в других командах. Я решил это все сгруппировать в какую-то одну кучу и подвести и рассказать вам. Возможно, вам это будет полезно. Возможно, вы узнаете некоторые кусочки кода у себя. Хотя я постарался максимально его исключить из доклада. Все будет более абстрактно. А говорить именно мы будем о код смел. Это такое девелоперское понятие, когда мы смотрим на код и ощущаем, что он пахнет. И не всегда можно понять, почему. То есть мы иногда смотрим на код и думаем, ну что-то тут не то. Но мы не знаем, что. Сегодня я попытаюсь рассказать, что действительно может пахнуть и что мы должны с этим сделать. Почему именно код смел? Мы все-таки все, большинство из нас автоматизаторы или так или иначе работаем с кодом. Это могут быть скрипты или тесты. Кстати, тестовые сценарии тоже пахнут. И давайте поговорим немножко об этом. Чистый код. Какой же он должен быть? Чистый код – это код, который понятен. Но если мы работаем на проекте часто, нам код и так понятен. Мы его читаем каждый день. Он у нас уже в голове. Для нас он простой, легкий, понятный. И самый важный момент – это то, что он должен быть понятен всем. Мы пишем код не только для себя. Мы пишем код для наших коллег. И если вы пишете код, подумайте про своих коллег. Что они подумают, когда его увидят. Второй очень важный момент – это то, что код или наши тесты, или наша работа, которую мы делаем, должна быть понятна на протяжении долгого времени. То есть если я сегодня посмотрел, а завтра я посмотрел, и я уже не знаю, что это, значит, наверное, код не чист или тест. Надо что-то с этим делать. Давайте отступим от кода и пойдем к тестам. Слайд экспириенс из Аудинсон говорит о том, что у меня будет субъективное мое мнение. Вы, возможно, будете с ним не согласны. Возможно, будете с ним согласны. Но не судите меня строго. Это все построено на моем личном опыте на протяжении 5-7 лет. Все, что я собирал в кучу, я вот попытаюсь сегодня рассказать. И то, о чем я буду рассказывать, возможно, неприменимо у вас. Возможно, оно не сработает у вас. И это нормально. Это правильно. Это может быть. Но если оно у вас сработает, вам облегчит жизнь, облегчит вашу автоматизацию, сделать ваши тесты действительно удобнее, читаемой, то это только прекрасно. И почему дизайн-паттерны? Потому что это не велосипеды. Это те маленькие золотые велосипедики, которые уже придумали далеко до нас. Мы все в своей природе любим писать что-то свое, потому что мы создатели, мы программисты, QA, автоматизаторы. Мы все люди, мы хотим создавать. Если мы создали какой-то свой маленький кусочек кода, мы им начинаем гордиться. И мы забываем про то, что этот код мы создали не только для себя. Мы его создали для команды, мы его создали, потому что нам за него заплатили денег. И нам с этим кодом еще работать. Поэтому этот код, он должен быть читаем, он должен быть понятен. И то же самое во время рефакторинга. Когда мы начинаем что-то рефакторить, мы можем нагородить что-то свое. Не стоит этого делать. Существует стандартное решение, стандартных проблем, и они называются дизайн-паттерны. Когда-то давно 4 умных человека собрались и написали об этом книгу. После чего эта книга переиздавалась, и паттерны становятся все больше и больше, они становятся все универсальнее. И знать их очень полезно, потому что кто-то до вас эту проблему уже решал, и паттерн рассказывает, как эту проблему решали. Паттерн нам не расскажет, как эту проблему решить конкретно у вас. Паттерн нам не скажет, как ее заимплементировать, что очень важно. Он просто даст вам какие-то советы, подсказки, что можно сделать. Что ж, вернемся к теме основного доклада, это основного стеки. Тесты, которые пахнут, и почему же не пахнут? В отличие от кода, тесты пахнут по схожим причинам и не всегда. Если прогуглить test mouse, то сразу же в одной из первых ссылок у нас будет список из очень-очень-очень-очень многих запахов. Я решил об них всех не рассказывать. Я расскажу только о тех популярных, которые есть у нас, которые я встречаю чаще других, которые, на мой взгляд, пахнут ярче. Это дубликация кода, это логика в своем тестовом коде, это непонятные тесты и это хрупкие тесты. Но, опять-таки, видите, вот, казалось бы, текст написан, все понятно, но ничего не понятно, что это значит. Значит, он нуждается в рефакторинге. В самом деле мы будем говорить просто про копипасты, if-else, слепое наследование и оверайды, а также чувствительность наших тестов к данным. Поехали. Копипасты. Тут, в принципе, долго рассказывать не надо. Копипаст — это зло, потому что он усложняет дальнейшую работу с нашим кодом. Если нам необходимо будет что-то заменить, что-то поменять, мы это будем делать во всех местах. Но мы им часто пренебрегаем. Причем сами этого не осознавая. Кто-то увидит функцию и подумает, ну, один раз можно, принцип ЛП говорит, один раз можно сдублировать, второй раз уже не дублируйте, а инкапсулируйте. И он один раз дублирует. Кто-то другой придет после вас, посмотрит на эту функцию и думает, о, один раз можно. И вот так вот все разрастается, разрастается, разрастается. И вот мы можем прийти просто к множеству дубликатов самого кода. И принцип ЛП нас учит, давайте это все инкапсулировать. И когда разработчики или тестировщики, автоматизаторы становятся вот немножечко умнее, они вспоминают принципы ЛП, вспоминают школу и начинают все слепо инкапсулировать. И это приводит к другим большим проблемам. Про них мы поговорим чуть-чуть позже, а сейчас еще немножко про дубликацию. Дубликация не только тестового кода сама по себе страшна. Как по мне, тоже очень страшно дубликаться самих тестовых сценариев. Вот если у нас есть два тестовых сценария, они очень похожи, но отличаются только данными, мы можем его просто себе сдублировать. Даже тот же test case. И для меня это тоже плохая практика, потому что есть test-driven development, который говорит, что сначала пишутся тесты, и эти тесты, они пишутся с набором входящих данных. То есть вместо того, чтобы сдублировать логику теста, его поведение, можно сдублировать просто сами данные. Есть DDD, который говорит, что data-driven test. Давайте один тест оставим и нагрузим его просто разными данными. И вот эти две штуки живут себе в паре. Если даже вы не практикуете TDD, то постфактум, когда вы пишете тесты, просмотрите свои данные, не дублируйте тесты, а возможно необходимо сдублировать данные. И какой паттерн может в этом случае помочь, если мы не хотим дублировать тесты или тестовую логику? Один из универсальных методов и практик для решения этой задачи это шаблонный метод. Задача шаблонного метода звучит очень просто и он решает очень простую проблему. Если у нас есть алгоритм, последовательность действий, которая не меняется, меняется только то, как мы имплементируем эти действия, то мы можем задать алгоритм, а в нашем случае это может быть тест, на который мы потом нашлем данные. Мы один раз этот тест описываем, задаем скелет, порядок, алгоритм и дальше мы его переиспользуем. А то, как мы его переиспользуем, это уже будет оверайдиться в саб-классах. Если вот посмотреть на красивом примере, то это все рабочее. Тут где-то еще должен быть кроме менеджера, я инженер, ну его нету. Мы все работаем на работе и вот наша идея рутинна. Мы встали, поели, пошли на работу, вернулись домой, порелаксировали, легли спать. И очень часто, вот если мы будем писать, например, тест для каждого из работников, мы будем дубелировать. Тест для фаерфайтера, тест для почтальона и так дальше. Не надо этого делать. Мы можем эти действия описать один раз, а именно конкретную имплементацию того, кто как работает, мы уже ставим на конкретные классы. И таким способом мы это все упростим. На небольшом примере покажу, как мы это сделали у себя. Например, UI-ные тесты, которые проверяли, что какой-то объект на UI можно создать, проапдейтить, проверить, что там появилась какая-то кнопочка, после чего удалить. Это простые действия на UI, как бы все по пирамиде. И для того, чтобы не дублировать тесты, вот эти вот четыре шага для каждого теста, каждый раз, был написан шаблонный метод для самого теста, который просто потом оверайдился. И каждый тест выглядел как одна строчка. CRUD, это create, read, update, delete, notification test. И он просто передавал туда необходимые данные. Если данные, ну уж очень сильно разнятся и сделать DDD тяжело, то все равно у нас в тестах остается как бы одна строчка, и наверху остается create, update, check и remove. И мы можем, если нам необходимо, поменять эту последовательность. И мы будем менять ее ровно один раз. Мы не будем углубляться вот в все вот эти детали. Это один из способов, который можно, из легких способов, который можно избавиться от копипаста, именно в дубликации логики. Других способов также много, но и другие паттерны очень сильно в этом помогают. Но я про них буду рассказывать в других запахах. И другой запах, более ярко сильно выраженный, это условия в наших тестах. Во-первых, это делает наши тесты действительно более сложными. Во-вторых, тест — это четкая последовательность действий, которая должна после своего выполнения дать нам ответ, что вот с такими входящими данными мы сделали такое-то действие и вот получили на выходе ответ. Если мы добавляем логику ветвления в тест, как мы можем быть уверены, что прошел именно та логика, которую мы хотим? Очень популярный пример. Я не знаю, видно, код не видно. Например, если элемент существует, давайте его проверим на нем, какое его значение какие-то там, какое-то свойство, его текст, какой-то месседж или что-то другое. Ну, а если он не существует, значит элемента нет, значит надо проверить, что появился месседж, что элемента нет. И это очень часто встречается в наших тестах или в наших тестовых фреймворках. Но вот когда мы запустим один из тестов, который проверяет месседж, тест у нас зеленый. Что нам о том говорит? Что элемент появился или что элемент не появился и отработал error. То есть если в коде будет проблема, будет ошибка и этот элемент никогда не будет появляться, наш тест, но всегда будет зеленый. Потому что он упадет в else, так как элемента нет, и проверит, что появился error. Как бы баг у нас есть, а тест зеленый. И это самое страшное, что может быть в наших тестах. Потому что тесты, которые ничего не проверяют или тесты, которые проверяют не то, что мы ожидаем, или тесты, мы не знаем, что проверяют тесты. Тогда нам нет от них смысла. И второй очень частый подход, который я встречаю, это проверка на навы. Во многих языках эта проверка упраздняется уже за счет самого компилятора. Сам компилятор вам запрещает писать, объявлять элементы, которые могут быть неинициализированы. Но часто мы в тестах все равно у себя можем так погрешить, что если есть элемент, то есть он не нав, мы на него кликнем. И тут вроде бы все казалось хорошо, можно там ниже закачивать какой-то exception. Но что если это какой-то промежуточный шаг одного из шагов нашего теста, например, там четвертый или пятый. И в тестовом репорте мы получим следующее, что вот все было хорошо, элемента этого не было, на него не кликнули, то есть какое-то действие не произошло и упадет следующий шаг. И мы смотрим так. Мы должны были зайти на формочку, нажать submit и должно было появиться красивое окошко, что форма засубминчена. Мы смотрим в репорт, окошко не появилось. И мы думаем, все, проблема в том, что окошко не появилось. И начинаем копать в эту сторону. А на самом деле просто элемента submit, например, не было и все. И таких примеров очень много. И вот это очень страшно. Многие делают try-catch. И я не скажу, что это тоже очень хорошая практика. Ее тоже в принципе можно избегать, но это уже лучше. Если элемента не будет, мы хотя бы упадем с ошибкой большой красивой, что элемента нет. На самом-то деле проблема вот здесь. Тест, он, это четко описанный порядок действий. Почему элемент должен быть null? Если мы пишем тест, мы не должны гадать. Если элемента не будет, то, наверное, надо проверить, что вот он не null. Почему элемента не будет? То есть у нас код где-то испорчен уже сверху, чуть-чуть выше, там, где мы инициализируем данный элемент. То есть проблема может быть в другом месте. И она, скорее всего, в другом месте. И нуждается в рефакторе не просто эта строчка, а само объявление самого элемента. И зачастую это бывает очень сложно. И какие нам помогают в этом плане паттерны? Самый универсальный паттерн, который поможет каждому из нас при проверке привитвлений, это паттерн-стратегия. Работает он очень просто. У нас есть конкретная цель. Например, кликнуть на элемент. И паттерн-стратегия говорит, что необходимо кликнуть на элемент. Мы описываем интерфейс, который скажет, что элемент, на него надо кликнуть. Но он не отвечает на вопрос, как. Мы можем у себя в тесте написать. Мы хотим, если там это браузер интернет-эксплорер, то давайте кликнем на него через JavaScript. Если это остальные браузеры, то будем кликать на него через FromDriver, например. Или это какой-то не UI-тест, а юни-тест и что-то другое. Там могут быть свои примеры. Цель одна и та же. Кликнуть на кнопку. Средства разные. И мы получаем у себя уже кондишен ветвления. Если браузер интернет-эксплорер сделать одно действие. Паттерн-стратегия как раз говорит, что давайте выделим классы для каждой сущности, с которой мы работаем, или для групп сущностей. И эта сущность будет знать, как сделать необходимое действие. А тест, который будет использовать уже саму сущность, он будет просто говорить, что? Он скажет, кликни на кнопку. А как ему уже неинтересно? И внутри этот if-чик исчезает. Внутри стратегии уже этот if-чик исчезает. Он будет разбить на два класса. Класс Internet Explorer и класс остальные браузеры. И просто уже во время рантайма тест будет выбирать подходящую стратегию. Вопрос, как же нам сказать тесту, какая стратегия подходящая. То есть мы, наверное, должны где-то в другом месте сказать, что вот есть ли Internet Explorer, пожалуйста, выбери стратегию для Internet Explorer. Тут нам поможет второй паттерн. Это factory. Мы его все привыкли использовать из коробки в веб-драйвере. Или мы очень часто его пишем у себя для создания каких-то наших элементов. И вот одно из лучших мест для инкапсуляции логики вот этого поведения, это как раз фабрика. Возможно, мы не избавимся в полной мере от ифов, но мы от них избавимся в каждом тесте, и мы это все перенесем на логику создания. Фабрика говорит нам, что нельзя создавать объекты через new. Создавайте объекты только через меня. То есть у нас есть одна точка входа создания тестового объекта, с которым мы работаем. Это может быть веб-страница, это может быть какой-то шаблонный метод, который выполняет некоторый порядок действий. И мы можем у себя дальше с помощью композиции, например, сказать фабрике, хорошо, если Internet Explorer, пожалуйста, создай мне объект, у которого свойство нажатия на кнопку будет Internet Explorer, а если это не Internet Explorer, то, пожалуйста, по стандартному случайному введению. Чем это полезно, фабрика? Мы имеем одну точку входа в создание наших объектов. И второе, она нам дает общий интерфейс вместо конкретного класса. То есть если наш тест не нуждается в каком-то конкретном классе я Internet Explorer или я Chrome и так дальше, мы говорим, нам необходимо… Вот в тестах это обычно нам никогда не надо. Тест никогда не работает с чем-то конкретным. Браузеры или какие-то данные – это данные. Нет масла масляной, но данные должны выступать… Они никак не влияют на логику теста. Мы когда пишем тест-кейс, мы не пишем, что ну вот в Internet Explorer надо сделать вот такое-то действие, а вот не в Internet Explorer надо сделать другое. Мы обычно напишем два теста. Или мы напишем один тест с какой-то марочкой, что там будьте внимательны в Internet Explorer и то-то-то. Почему в нашем коде должно быть по-другому? Вот. И используя в комбинации стратегию с фабрикой, мы можем для себя этого достичь. Третий запах, о котором я бы хотел поговорить, это один из моих любимых. Это наследование и множественные оверрайды. Просто в двух этих словах никаких проблем нет. Все мы знаем, что наследовать можно. Это один из трех китов ООП. И все это поседневно его используют. Но вот чрезмерное наследование – это плохо. И это то, чем мы часто грешим. Чрезмерное наследование приводит нас к созданию монстр-объектов. Вот таких вот. Как бы, наверное, было бы проще действительно сделать фабрику, которая бы нам создавала отдельно каждый нож или каждый тул отдельно, нежели вот это. И как бороться с вот этими вот оверрайдами? Для этого нам приходит на помощь патент Композиция и его брат-близнец Декоратор. Они по своей сущности очень похожи. Они чуть ли не одинаковые. Единственное, что Композиция, если вот на пальцах объяснить, она больше, она итеративная и похожа на структуру папок в Windows, файлы и папки. Где есть какой-то элемент, композиция, например, папочка, внутри которой могут существовать как другие папки, так и файлы. Файл это уже листок, объект, с которым мы работаем. И внутри папки могут быть снова такие папки и файлы. То есть Композиция, она строит нам такое 3D-дерево. А Декоратор более точечное описание того, как мы можем видоизменять наш объект. Например, все примеры взяты из хорошей книжки по дизайн-паттернам. Ссылка будет на нее в конце слайдов. Но давайте возьмем стандартный пример, который есть во всех учебниках. У нас есть класс животные и его наследники. Там птичка, собачка и енот. Вроде бы все хорошо. А теперь, когда мы то же самое создаем у себя в тестах, у нас есть страница 1, страница 2, страница 3. После чего нам необходимо поменять. Появляется новая страница, которая очень похожа, но чуть-чуть другая. Мы ее наследуем. Потом появляется третья страница, которая тоже очень похожа, но и опять чуть-чуть другая. Мы снова наследуем. И так мы наследуем, наследуем. И в конечном итоге с нашего денота мы можем получить ракета из Стражей Галактики. Это как бы не то, что мы хотели. Класс базовый называется животные, а на выходе мы уже имеем ракету. Это не совсем правильно. Лучше в этом случае использовать паттерн-декоратор. Почему? Потому что у нас тогда не будет вот этой всей запутанности в логике. У нас есть один класс базовый, который говорит, что объект или сущность должна уметь делать. После чего у нас есть базовая версия, голый такой объект, который умеет делать то, что надо, но к нему можно добавлять всякие вкусности. И отдельно есть саб-классы вкусностей, которые можно накидывать динамически или уже непосредственно в каждом тесте отдельно, как вам удобнее накидывать и не изменяя при этом поведение самого объекта. То есть автомат в данном примере как стрелял, так и будет стрелять. Независимо от того, какая у него будет ручка, прицел или глушитель и все остальное. То же самое с нашими страницами, с нашими объектами. Если у нас есть страницы, например, нотификации или страницы каких-то заказов в онлайн-магазинах, они одинаковы, они очень похожи. Они отвечают за одно и то же на большом уровне абстракции. Они говорят, вот у нас есть продукт, его можно купить. Если я нажимаю купить, вот он будет в корзине, там будут фотографии его, будет какое-то описание и все остальное. И мы для каждых разных продуктов создаем разные страницы. А вместо этого можно было бы использовать декорацию и просто декорировать. Если у нас продукт бытовая техника, то там должно появиться еще такое-то окошечко. Мы его декорируем. Если у нас продукт ноутбуки, то должно появиться еще два дополнительных окошечка, которые помогают выполнить какое-то основное действие. При этом оно не ломает основное поведение. Метод главный, там, поиск этого продукта или отображение этого продукта или валидация этого продукта остается одними тем же. Возможно, эти декорации как-то влияют на проверку этого метода, но он остался одними тем же. И нам теперь нет необходимости его дублировать. Мы можем использовать паттерн шаблонный метод, написать один шаблонный тест, который будет проверять покупку продукта в магазине и просто подставляя разные данные, уже сам код будет знать. Ага, если этот продукт относится к такому-то классу, я его декорирую вот так. Если этот продукт относится к другому классу, я его декорирую вот так. Сам тест остается одним и тем же, кучи оверрайдов у нас нет, монстр-объекты мы не создаем, и код становится читать намного приятней. И самое, что важно, мы соблюдаем все принципы, про которые так вот любят девелоперы спрашивать, solid. Один из них это single responsibility и open close. Мы их соблюдаем в том плане, что у нас каждый объект это свой класс, и у него есть отдельный набор декораций, вот его аксессуаров, его декораций. И мы просто меняем только этот класс. Класс открыт для изменений, класс закрыт для изменений внутри, но открыт для расширений. И последний тест smell, который очень популярный, это чувствительность к данным. Она проявляется первое в том, как мы пишем. И это самое, наверное, болючее место во всей автоматизации, которое вообще встречается. И это вот необходимо искоренять, вот если это видите, банально сразу. Вот если вы видите у себя в тесте, например, списочек, и он будет называться вот так. Ну вот вы прочитаете тест, вы въедете в логику теста, да, этот тест выполняет проверку каких-то юзернеймов. Этот лист отвечает за список имен юзеров, и вот дальше мы с ним работаем. Первый раз все понятно, когда вы написали этот тест, тоже все понятно, через два дня все понятно. Через неделю мы не знаем, что такое лист 1. Просто можно назвать его юзернеймс. И сразу же будет дальше по коду, и везде, и всем, в любой момент времени понятно, что это такое. Второй корный кейс – это магические числа. Это вот просто все мое любимое. Закончились же те времена, когда писали суперсложные системы, и вместо того, чтобы какую-то сложную математику заимплементить, просто все умножали на 3.14. Нам в тестах этого не надо делать. Вот что значит эта строчка? Вот непонятно. А что значит вот эта строчка? Вот для компилятора это одно и то же. И для нас это разница в 12 букв. Но вы сейчас, даже не зная контекста, можете сказать, что вот данный тест считает старых юзеров тех, кому уже 33. Наверное, это неправда, но почему-то он так вот считает. Вот я бы тут никогда не догадался, что 33-летний парень – это старый человек и уже старый пользователь. Это какой-то сайт ВКонтакт, наверное, уже закрыли его. И третий – это использование паттерна бюлдер, я про него расскажу дальше, для создания сложных объектов. Это тоже очень интересно. Паттерн бюлдер, скорее всего, вы все знаете. Я расскажу, где его можно использовать. Например, у нас есть объект, типичный объект, у которого и пара полей обязательны, остальные поля дополнительные. И мы, когда пишем множество наших тестов, мы оперируем, понятно, что обязательными полями, но на дополнительные мы часто закрываем глаза. Нам необходимо иметь какие-то дефолтные значения и все остальное. И зачастую мы или переиспользуем чужой объект, или его оверайдим, и мы занимаемся всеми теми запахами, которые были рассказаны ранее. Мы занимаемся копипастом этого объекта, потому что нам лень заново придумать дефолтные значения. Мы переписываем, оверайдим и излишния конструкторы создания этого теста. Например, если надо создать объект с дополнительными полями, мы можем вот такое вот сделать. Этот антипаттерн называется телескопик конструктор. Он как трубка-телескоп, только один в другого вкладывается. Некоторые умельцы еще создают, знаете, так наполовинку. Я создам, у меня будет конструктор, который будет создавать и май, и логин, и тестнейм. Тестнейм. Или тестнейм и возраст. Или тестнейм и адрес. И вот просто мы создаем множество этих конструкторов, а потом кто-то другой, кто будет работать с нашим кодом, смотрит на это все и думает, блин, а какой же мне теперь конструктор использовать, я не знаю. И это все вот на простом. У нас пять полей всего. Но в жизни у нас же вот такие вот объекты, они просто монстры. И самое страшное, если мы создадим вот так вот пользователя, какие будут вот эти вот значения? Мы не знаем. А если мы хотим, чтобы эти значения не менялись из теста в тест? Мы тоже не знаем. И в результате мы имеем кучу кода, дубликаты и непонятные стандартные значения. Как с этим бороться? Очень просто. Вот это вы просто можете сразу прийти к себе в офис и начать писать даже без дополнительной практики. Это самый простой паттерн в реализации, который, наверное, существует. Код будет выглядеть где-то так, что вот мы вместо того, чтобы создавать конкретный объект, мы создаем строитель этого объекта и вот передаем нам как пример обязательные параметры в сам конструктор самого строителя, а все дополнительные, если нужно, мы вот красиво через точечку будем себе докидывать. А если не нужно, мы их не будем докидывать. И они станутся дефолтными. И дефолтными те, которые мы знаем. Потому что вот сам конструктор нашего строителя содержит в себе список дефолтных значений. И если бы я создал вот этот вот объект без вот этой строчки age, это значит, что в тесте мне, ну, неважно, какое там значение, там может быть 18, может быть старый user 33, за нас строитель создаст его с значением 18. И у нас все дефолтные значения лежат в одном месте. Мы всегда можем их посмотреть, всегда можем их переиспользовать. Второй удобный момент. Мы можем создать фабрику строителей. Если у нас существует не один стандартный объект, а, например, 15 или там 10 или 2. Давайте приведу такой пример создания пользователей. У нас есть пользователь-администратор. У него, возможно, другой список обязательных полей. Есть обычный пользователь, есть, например, опытный пользователь. И мы можем с помощью одного билдера и фабрики создать дефолтные поля, дефолтные значения для всех трех страшных объектов и просто себя использовать. В фабрике мы скажем, а дай мне, пожалуйста, старого юзера, нам вам надо старого. А дай мне, пожалуйста, как бы строитель. Дай мне, мы скажем фабрике, дай мне строителя для администратора, и она нам вернет конструктор строителя для администратора. И дальше мы можем какие-то дополнительные поля, которые необходимы у нас в тесте, заоверайдить. А все остальные останутся такими, как мы их задали с самого начала. Это легко читать, потому что имя, век или адрес, ну это просто. Их легко расширять. Каждое новое property или property, которое нам необходимо изменить, мы просто себе добавляем как отдельный метод. То есть, вот такая каждая property, это просто метод. На самом деле. У нас увеличивается кода ровно на инициализацию и объявление метода. Единственное, что получится из такого чего-то страшного. И самое главное, наши дефолтные значения в безопасности. То есть, мы больше можем не переживать за то, что вот мы это все копипастим с одного примера в другой и куда-то там их передаем. Маленький конклюжен, что если вы смотрите на тесты и чувствуете, что что-то с ними не так, возможно, вот такой чек-лист вам поможет. Что ваши тесты пахнут, если они содержат ветвление. Или, возможно, вы где-то мельком увидели, что у вашего теста или вашего кусочечка кода есть брат-близнец. Или, если вы видите, что ваш тест явно завязан на какие-то данные, что мы не можем данные поменять. Еще одно. Если ваш тест не помещается на один экран, используйте дальнейшую инкапсуляцию и вот или шаблонный метод, или, не знаю, просто переименуйте методы, чтобы она помещалась. И bypass your framework – это если вы уже у себя заимплементировали какой-то подход общий. Например, мы договорились, что мы создаем все объекты только через фабрику. Смотрите, чтобы вот никто не схалтурил и не написал new. То есть с кодом работает много людей и не все могут знать те подходы, которые используются у вас. Если вы сделаете так, что конструктор нельзя будет вызвать, например, просто сделать его приватным, то тогда никто даже из новеньких не сможет ни по незнанию обойти вашу фабрику, например. Или что-то другое. То есть следите за чистотой вашего кода и как вот мотиватор, что хороший тест – хорошая шутка. Он не нуждается в объяснении. У меня на этом будет все. Но я не хотел углубляться перед обедом в детали реализации всех этих сложных паттернов. Тем более за меня это сделали ребята с этой книжки. Там все очень классно, с красивыми картинками описано. Про рефактор тестового именно кода рекомендую почитать вот эту вот книжку. Она меня и вдохновила на серию таких вот докладов по тому, как лучше заимпровить тесты. И вот ссылочки где-то все можно почитать. И я этот слайд убрал, потому что это чисто личные данные. Но как маленький экспириенс у нас на проекте получилось так, что мы заиспользовав действительно вот эти вот паттерны, про которые я рассказывал, никакие другие. У нас получилось удалить 82% кода. Это был по сути дубликация. То есть нам стало работать на 82% легче и наши тесты упростились на 2 пятых, сколько там, 4 пятых. У меня все. Спасибо. Если у вас есть вопросы, задавайте.